Панорама Москвы 1867 года. Фактически самая ранняя фотографическая круговая панорама города, снятая с обходной галереи еще строящегося храма Христа Спасителя. Фотографии выполнены мастерами московской фирмы Шерера и Набгольца. Дом Пашкова. Будущая библиотека имени Ленина. Это наиболее цельное отображение Москвы, что позволило особенно ярко передать архитектуру застройки кварталов на переднем плане. Панорама состоит из 16 листов и отличается исключительной четкостью. Даже на расстоянии нескольких километров хорошо различаются крупные здания. В 1886 году панорама была издана в виде альбома, найденном Николаем Александровичем. Ее общая протяженность около 7 метров. Это своего рода произведение искусства, позволившее донести до наших дней неповторимый облик Москвы той поры. Старый каменный мост. Воспитательный дом. Сейчас здесь военная академия ракетных войск стратегического назначения. Казенный винный двор на фоне замоскворечья. А сейчас тут дом на набережной с театром эстрады. На месте храма Пороскевы Пятницы сейчас вестибюль Метронова-Кузнецкая. Новоспасский Ставропегиальный мужской монастырь. Вид в сторону автозаводской. Вдали возвышается Симонов монастырь. Здесь стоит памятник Петру Первому работы Царетели. Интересным объектом является Бабьегородская плотина с мельницей. Вид на Крымский вал. Калужскую площадь. Центральный парк культуры имени Горького и Голицынскую больницу. А это предшественник Крымского моста. Андреевский Ставропегиальный мужской монастырь. Группа белых зданий на Садовом кольце напротив метро Парк Культура. Ныне музей Москвы. Хорошо виден Новодевичий монастырь. Левее монастыря лесной массив, где сейчас расположены лужники. В левой части за рекой Москвой возвышаются Воробьевые горы. Вид на Причистенку. Начало Гоголевского бульвара, где сейчас расположен вестибюль метро Кропоткинская. Направление в сторону делового центра Москва-Сити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вид на Пресню с храмом девяти мучеников на Кочерыжках, рядом с которым сейчас возвышается мэрия Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В изданном альбоме панорама выглядела вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем хорошего настроения и жизненных сил!